В районе продолжаются сходы граждан. 16 декабря очередной сход прошел в майском сельском поселении, в котором приняли участие глава Кашхабльского района Заур Хамирзов, председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев, прокурор района Евгений Зиновчик, начальник межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский Анза Ургишев, а также работники администрации района, руководители различных организаций и предприятий поселка. Традиционный сход открыл глава поселения докладом о проделанной работе за текущий год. Вопросы касались сферы ЖКХ, обслуживания дорог и поддержания санитарного состояния поселения. 592 квартиры пользуются услугами теплоснабжения и 720 домовладений подключены к системе центрального водоснабжения. То есть вы понимаете, да, у нас есть и многоквартирные дома, и частный сектор. Это составляет особые трудности. Этими услугами пользуются 45% населения поселка. Система центрального водоснабжения проложена еще в 70-е годы, и поэтому она изношена на 90%. Я думаю, что вы это знаете не хуже, чем мы и все остальные. Имущество котельной теплотрассы, скважины, водопроводные сети принадлежат майскому сельскому поселению. Сейчас завершается работа по подготовке документов для передачи всего имущества в аренду по концессионному соглашению управляющей компании. На сегодняшний день в поселении работает одна лицензионная компания «Элит», которая обеспечивает жилые дома водоснабжением и водоотведением, а также занимается ремонтом и содержанием общедомового имущества. Эта управляющая компания также обеспечивает вывоз твердых коммунальных отходов от населения. Компания «Элит» работает так же, как и ресурсоснабжающая организация обеспечивает подачу тепла от котельных домов. Одним из вопросов, заданных на предыдущем сходе граждан, был вопрос о начислении так называемых общедомовых нужд за водоснабжение. На сегодняшний день этот вопрос решен в соответствии с законодательством, и общедомовые нужды за воду не начисляются. Всего у нас 18,5 километров. В текущем году администрация продолжила составление схемы организации дорожного движения по улицам «Розовая», «Садовая», «Зеленая». Была затрачена сумма в 35 тысяч рублей. Проведен ямочный ремонт по двум улицам, по «Зеленой» и по «Заводской» на общую сумму 97 тысяч рублей. Подготовлено к установке 17 дорожных знаков по улицам «Зеленая» и «Виноградная». Произведена очистка канала по улице «Зеленая», знаете, да? И в 2017 году будет продолжена работа по очистке этого канала. Контроль за санитарным состоянием территории поселения. Ежедневно продолжается работа по поддержанию санитарного состояния на улицах поселения. Весной этого года силами сотрудников организации школы, детского сада, КССОН, Дома культуры, администрации, фермерских хозяйств была проведена работа по очистке лесополосы от порослей с последующей побелкой деревьев вдоль автодороги Кашхабль-Хоц. Хочется сразу поблагодарить всех, кто участвовал в этом субботнике, всех, кто принимал участие в обработке, в побелке и так далее. Я думаю, что мы дальше будем продолжать такую работу. Большие затраты несет администрация на содержание полигона временного хранения твердых коммунальных отходов. Еженедельно имеющимся трактором проводится работа на данном полигоне. Вывоз туда проводится трактором, который у нас имеется. Вывоз проводится каждый день. Андрей Дацко отметил, что одним из полномочий местного самоуправления является профилактика терроризма и экстремизма. Также в своем докладе он выразил благодарность главам крестьянско-фермерских хозяйств, которые оказывают всяческое содействие местной школе и садику. Согласно плану графика, ежемесячно осуществляется обследование территории поселения на предмет выявления и ликвидации последствий экстремистской деятельности. Осуществление обхода территории поселения на предмет установления мест скопления молодежи в ночное время и нарушения закона Республики Адыгея об административных правонарушениях. Обследование подвальных и чердачных помещений жилых многоквартирных домов, а также проверка ограничения доступа в них. Как и в предыдущие годы, наши руководители крестьянско-фермерских хозяйств помогают администрации в проведении праздничных мероприятий, памятных дат, а также оказание помощи инвалидам и ветеранам. На территории муниципального образования майско-сельское поселение продолжает работать школа, в которой обучается 247 учащихся. Результаты работы педагогического коллектива школы – это высокие показатели наших выпускников при сдаче ЕГЭ. Детский сад посещает 124 ребенка. В 2016 году при содействии администрации района была заменена кровля школы, а также проведено освещение мини-футбольного поля с искусственным покрытием. Здесь тоже свою роль сыграли и наши предприниматели. Аслан Шушоков тоже выделял деньги для того, чтобы данное освещение было закончено на вот этой школьной площадке. Кроме того, в детском саду руководитель предприятия ЖКХ выделил деньги для замены пола в одной из комнат детского сада. Комната была закончена буквально вот на той неделе. Ремонт в этой комнате был сделан, полы полностью были заменены. Хочу также отметить работу Дома культуры, коллектив которого, несмотря на трудные условия работы в осенне-зимний период, принимает активное участие в культурной жизни поселения и района. Пально месяц назад сотрудники нашего Дома культуры отстаивали честь района в республиканском конкурсе и заняли там первое место. Отмечу и коллектив КЦСОН. На обслуживании работников этой организации стоят более 50 человек пожилого возраста и в адрес работников поступают только положительные отзывы. И, кстати, КЦСОН очень активное участие принимает во всех субботниках, которые мы проводим. Продолжает работу и такая организация, как МФЦ, услугами которой уже успели воспользоваться многие жители нашего поселения. На территории поселения работают поликлиника, отделение скорой помощи, фельдшерско-акушерский пункт, Худрово-Красный и две аптеки. Хочу поблагодарить всех медицинских работников за то, что, несмотря на все трудности, они продолжают заботиться о здоровье нашего поселения. На нашей скорой помощи был выделен новый автомобиль. То есть, по последнему слову техники он оснащен. Это реанимобиль, который получила наша скорая помощь и сейчас оказывает все услуги, которые необходимы. Все мы прекрасно знаем, что Кашхабский район всегда участвует во всех федеральных и республиканских программах. В 2017 году майское сельское поселение примет участие в программе по капитальному ремонту жилья. В 2017 году по программе капитального ремонта у нас предполагается отремонтировать дом номер 17 и 19 по улице Заводской. То есть, мы уже получили письмо с республики. Эти два дома уже стоят в плане капитального ремонта и капитальный ремонт там будет проводиться. На сегодняшний день у них достаточно денег для того, чтобы поменять электропроводку, которая там в ужасном состоянии. И если пройдет оплата, как положено, до весеннего периода, то к весне, возможно, еще какие-то работы будут согласованы и проведены дополнительно. В заключении Андрей Дацко рассказал о нерешенных на сегодняшний день проблемах. Из невыполненных мероприятий осталось у нас освещение участка улицы Виноградная по улице Заводской. То есть, остаются нерешенными следующие вопросы. Капитальный ремонт теплотрассы, ограждение кладбища, а также очистка реки Неволька. В заключении своего доклада хочу поблагодарить всех жителей поселения, кто проявляет гражданскую активность и инициативу. Всех, кто не словами, а делом оказывает помощь в работе администрации. В своем выступлении глава района положительно отметил работу вновь избранного главы поселения. Я чувствую и вижу, что у него есть поддержка населения. Я считаю, что очень хороший доклад главы сельского поселения. Я хотел бы пожелать ему успехов. Думаю, что человек очень правильно начал. Надеюсь, в том же ключе продолжите. Давайте вместе все дружно поддержим человека. Будем помогать. После всех выступлений жители поселка смогли пообщаться с присутствующими. В основном вопросы носили бытовой характер. Продолжение следует...